Мы туту к ми-бу! Йоу, доброе утречко! Сегодня у меня максимально отличное настроение, так как мы встретимся с Таней. Спустя пару недель у нее сейчас сессия, плотный график, она хочет все сдать. И понятное дело, что меня это немного расстраивает, потому что мы с ней не так часто видимся. Я хочу Тане дать необычную эмоцию сегодня. Я ни разу с девушками не был на крыше. За всю свою прошлую историю, где я там лазал, что-то я там делал, вот не получалось у меня их повезти. То боялись, то не хотели. Сегодня я просто Тане позвонил и сказал, слушай, не хочешь на крышу сходить? Она такая, конечно же хочу. Я не ожидал такой реакции, поэтому я пошел взял публики. Дарить кольцо я не хочу, но вот такой самый красивенький кладем в наш пультлярчик. Я хочу показать ей, что для меня важны наши отношения. Не хочу, чтобы у нас были частые ссоры. Так получается, так происходит, от этого нужно избавиться. Я вот, допустим, не общался два дня с человеком, и у меня вот внутри вот что-то сжимало, как будто мне действительно чего-то не хватало. Поэтому сейчас уже еду на почтовую площадь встречаться с Танюхой. Она говорит, у нее там пробки, она опаздывает, но мне и в плюс. Я успел все купить, успел все придумать. Встретился я с Татьяной в таком вот необычном месте, и мы наконец-то попали второй раз на эту крышу. В этот раз все было максимально легко, мы постояли пять минут. Дедушка какой-то зашел, открыл нам дверьку, и мы под прикрытием жильцов. Ты чуть головой не ударилась. Мы пробрались, давай кулачок. А мне она в последнее время начинает нравиться. Ваши ощущения, девушка, расскажите мне, пожалуйста. Вам очень нравится? Да. В этом футлярчике должно было лежать кольцо, которое я выкинул, когда был злой, и где я взял деньги, я взял их на сайте Avalon. Как вы помните, я вкладывал на сутки 10 тысяч рублей, мой депозит отработал, сейчас у меня 10 130 рублей, и я буду создавать депозит на неделю. Сумма 5 тысяч рублей. Из этих 5 тысяч рублей я получу сверху 2300. Нажимаем создать депозит. Депозит успешно создан. И у меня остался остаток 5 130 рублей. Я буду делать вклад на 7 дней, с которых я получу 506 рублей. Повторюсь, почему так мало я получаю на выводе, потому что этот сайт платит реальные деньги, пока он только открылся. Он не обещает сверхъестественные горы, что вы вложите 5000 рублей и получите 100 тысяч. Если ты хочешь так же попробовать, переходи по ссылке в описании, начать можно от 100 рублей. Желаю тебе удачи. Как настроение? Хорошее. Не ссоримся с тобой? Ну, сейчас не ссоримся. Смотри, что у меня для тебя есть. Что это? Что это? Смотри, мы с тобой постоянно ссорились. Я хочу, чтобы это перестало. И чтобы мы на этой крыше сделали начало к нашим отношениям, новый какой-то этап. Без ссоры, чтобы у нас все было хорошо. Мне видишь, как с тобой хорошо находиться, когда мы не обижаемся на друг друга, когда мы не ссоримся с тобой. И тебе хорошо. Открывай. Мне страшно. Не бойся. Я боюсь и не могу. Давай. Я же тебе не предложение собрался делать. Слава Богу. Ты так милая. Ладно, мне нравится. Готовы ли вы раскусить со мной ссоры? И чтобы у нас было все хорошо. Ладно, мне прописал. Мне смотри твои глаза. Знаешь, получалось, только не смешай. А бублики вкусные. А вот это прибереги. Через несколько лет. Нет, ну загадывай никогда на будущее, но не надо. Не надо загадывать? Да. Так я хотел сказать, чтобы ты мне через несколько лет сделала предложение. Не буду я тебе делать предложение. В смысле не будешь? Потому что. Отдай сюда. Забирай. Все, пойду в магазин сдам. Пусть это будет у тебя. Это будет тебе напоминать о том, что мы начали новый этап. Надеюсь, он будет успешен. Ты тоже в это надеешься? Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы многие не писали, что видео кликбейт, Тане пока что я предложение не собираюсь сделать пару лет. Это было предложение начать что-то новое в наших отношениях с ней. И начнем прямо с этого дня понимать друг друга, да? Здесь тебе очень хорошо. О! Руферы. Вот негодники мамкины, а! Они тоже хотят новый этап в своих отношениях. Видишь, не только мы используем эти методы. Скажи честно, тебе со мной хорошо? Да. Решил выбраться с Татьяной прогуляться в центр и... Козы пасутся. Привет. Такого я еще точно не видел. Кушаю травку. Тусуется нормально? Нифига себе. Беспризорники такие. Братанщик, ну я все понимаю, но ты давай немножко поаккуратнее иди. Уверенной походочкой. Ладно, братанщик, давай, удачки там. Кушай травку. Всего тебе хорошего. Итак, сегодня у меня самое хорошее настроение, потому что я поднимаюсь на лифте на крышу легальную, где можно посидеть, пообщаться, покушать. Я давно в этом заведении не был. Встретился с Гонидой моей любимой. Ах ты, Гонида. Какой Гонида, это Андрей Гонидов. Просто посмотрите, какой здесь охрененный вид. И такое заведение. Димка, как тебе? Винвайс. Когда-то очень давно случайно сюда заехал с Юстером. Мне понравилось, что там можно парковать свою машину. Здесь просто нереально крутой вид. Димка, первый раз в таких заведениях. А что ты мне пепельницу свою с сигаретой ставишь? Брал в центр поставил. Покурил слишком и скрываешь. Я только кальянщики. Димон не любит, чтобы его ругали. Он любит, когда его хвалят. Уже холодно немножко сидеть. Мне нравится это заведение. Я иногда сюда прихожу, чтобы отдохнуть. Первый раз я заезжал сюда на машине. Здесь прям можно перед ним припарковаться. И наблюдать за всей этой атмосферой. Крутое место. Легальная крыша, где можно прийти, посидеть, покушать, отдохнуть. Такой вот вид открывается. Прикольно. Здесь везде виды крутые открываются. Вот такой вот был видос. Надеюсь, вам понравилось. Вы не забудете написать свой комментарий, что вы думаете по этому поводу. Поставить лайки. Ну а с вами был ваш Андрей. Увидимся в моем новом видео. Всем пока. И будьте счастливы. Я уже домонтировал видео. И тут вспомнил из-за моего последнего видео. У вас очень много вопросов ко мне возникло. Когда ко мне непонятные люди в масках проникли в дом. Стой, сука, блядь. Стой, блядь. Многие писали, это постанова. Многие писали, Андрей, мы за тебя волнуемся. Расскажи, что и как происходит. Хочу вам сказать, что это мои бывшие хорошие знакомые оказались. Этих людей мы, естественно, нашли. И они сто раз пожалели, что это сделали. Что и как происходило, вы об этом никогда не узнаете. Я не снимал. Такое нельзя снимать. Единственное, что хочу сказать. Эти люди пожалели сто раз, что они это сделали. Когда мне что-то угрожает, я начинаю обороняться. Неважно как, я должен дать понять людям, что лучше так не делай. Насчет полиции, почему я тогда не снимал, когда ее вызвал. Я давал им очень много своих данных. Если бы я вышел с камеры и начал бы снимать, как ко мне пришла полиция, оформлять вот это все, что произошло, они бы подумали, что я какой-то дурачок. Поэтому всем спасибо, кто волновался, кто меня смотрел. Дальше будет только лучше. Субтитры сделал DimaTorzok Покажи мне лучше, кто с тобой сейчас.